всем доброе утро а я вернулся немножечко отдохнул сегодня понедельник чё у нас 3 июня начало лета это обещает быть интересным сегодня я работаю с приоритетом плюс 12 то плюс 23 то плюс 12 ну посмотрим что получится понедельник на самом деле я люблю потому что понедельники очень многие не выходят на работу и и он интересный получается вторая среда слабый самые слабые дни вторник среда и воскресенье самые неудачные дни а понедельник 4 5 суббота прям вот поэтому поработаем можете заработаем всем спасибо за просмотр и ставьте лайки подписывайтесь на канал ну и погнали собственно смотрю вот на этот свет и думаю подождать минут 20 25 или все-таки выйти но жгучее желание выйти не дает мне успокоиться тем более еще лучше по 990 рублей были заказ на вычеремушкинскую улицу низким рейтингом это то самое с чего нужно начинать утро это же прекрасно поехали было 23 получилось для 40 минут и понедельник и неплохо это было даже с коэффициентом вот в центре каратыша взять как нечего делать но бонуса за него нет это зеленая благотворительность вот чай больше не люблю это когда маленькие маленькие детки которые вот с люлечкой соответственно проекта не предупреждают когда поездка короткая еще ничего страшного а вот если поездка долгая детки бывают очень не спокойно иногда не кричат так что идет кровка из ушей все дети все понимаем но не каждый водитель готов такое выслушивать в течение всей поездки и ладно если родитель ничего а бывают такие случаи когда родители не в курсе почему ребенок то истерит все мы родители в первый раз бывает да это нормально абсолютно но увы и родители понимает там ребенку жарко или ребенку холодно или он покакал не может своевременно определить устранить причину успокоить ребенка и начинает из-за этого паниковать собственно сам и вот такая поездка а я какая тяжелая может быть поэтому конечно надо предупреждать обязательно водитель то что касается яндекса тут все очень просто пассажир с детским креслом со своим детским креслом до галифа детский это отдельная тема но мы же работаем в повышенных тарифах повышенной комфортности поэтому извините ребята вы должны возить вообще все это такая позиция кстати очень немаловажный момент который касается детей которые передвигаются отдельно без родителей там с бустером например или уже конечно без бустера но все равно не а-ля 17 16 а какие-нибудь там 12 14 и вот тут что нам говорит яндекс ребята вы должны возить вы должны возить но ответственность вы никакой не несете то есть грубо говоря вот есть мешок картошки вам его положили собственно вы его привезли а там что с ним будет в процессе поездки по завершению поездки нам абсолютно на по барабану и вы за это никакой ответственности нести не будете но есть правило обоснованные системы яндекса есть законы российской федерации где если ты взял то ты как бы несешь ответственность по-любому и если уж вдруг что-то случится то извините меня яндекс как информационная площадка просто съедет в сторону и оставит вас один на один разбираться с этой проблемой самостоятельно но очень есть такой яркий хороший пример это наши дорогие товарищи без зоны которые работают тарифе бизнес премьеры или ну премьеры или там все как бы нормально спокойно а вот у безунов действительно проблема на протяжении уже нескольких лет которые никаким образом абсолютно не решается а именно контрольные закупки заказ за наличные либо безнал который меняется на нал денюжка контрольная закупочка произошла все ты дружочек осуществляешь перевозки незаконно и рассказывать про договор фрахтования который там у яндекса тэрэ пэрэ не катит оформляют штрафы эвакуации прочее за здрасте кого хлобучат обычных работяг которые в основном еще даже на арендных тачках работают и в парках говорят ребята подписывайтесь подо все лишь бы только машину два месяца не забрали мы там как-нибудь чем порешаем но все равно проблемы именно у тебя только у тебя ведь они же не могут прийти в яндекс и нахлобучить их потому что им скажет ребят дверь там пошли нахер отсюда я не выходит кого будем халобучить обычного чувака и если у тебя происходит такая проблема как помогает в этом яндекс и мы ничего не знаем мы ничего не понимаем все яндекс отъехал в сторону он не помощник хотя приложение заказ был по яндексу так что в любой ситуации надо прекрасно понимать что именно мы несем полную ответственность за все а яндекс если что вообще не при делах и пассажиры которые думают что яндекс типа вот мы заказали значит типа все будет хорошо они уедут сторону они дадут данный водителя он там допустим приехал не пойми откуда регистрация временной туда-сюда потом если что уехал не пойми куда и какой ответственности кого будете привлекать непонятно в любом случае надо быть всегда на чеку для понедельника цена более чем даже неплохая кстати между прочим у яндекса продолжается безумие 169 заказов за 13000 рублей а прошлой неделе предлагал за 14 165 все то что касается цели я не могу угомониться извините меня конечно пожалуйста но это личное дело каждого конечно же безусловно кто-то хочет тот катает но у каждого хочет и катает должна быть какая-то граница разумного хоть что-то потому что вот если допустим мне дают 130 3 140 ну худо-бедно возможно это да можно попробовать но 165 168 174 и так далее это не выполнимо единственная выполнимая возможность выполнения целей вот в таком вот формате это если ты работаешь в графике вечер-утро в ночную смену когда поездки по городу все недолгие это максимум полчаса потому что из одного конца города в другой конец города за полчаса можно доехать легко и не напрягаясь абсолютно потому что город просто тупо пустой в таком формате выполнение цели даже 170 заказов абсолютно выполнимо она очень тяжела энергозатратно трудоемко но выполнимо для тех кто работает в графике утро вечер эта задача не выполним от слова совсем потому что в городе постоянной пробки если в понедельник трафик более-менее свободный то начиная со вторника и к пятнице они начинают расти по геометрической прогрессии таким образом если даже ты сделаешь себе какой-то буфер в субботу воскресенье понедельник по заказам это все сожрется средой четвергом и пятницы на народного ополчения на народного ополчения даже с 101 но насрать ибо это на народное ополчение мне это устаивает ну так вот собственно я сейчас пойду работать но мысль закончу к вопросу режима труда и отдыха и количеству часов которые допустимо проводить на линии это является вообще грубейшим нарушением со стороны вот этой вот информационной площадки на которую к сожалению пока никто не хочет обращать внимание но я вас уверяю не сегодня и не завтра и не через месяц и может быть даже не через год но эта проблема все равно будет озвучена там где она должна быть озвучена и это будет все пересмотрено может быть через год может быть через два но все равно мы к этому вопросу еще вернемся надо только немножечко терпения и немножечко почаще об этом говорить чтобы это было все больше и больше в информационном поле. И тогда, соответственно, когда это будет уже очень-очень массово, уже не получится закрывать на это глаза. Да, мы ничего не решаем туда-сюда. Это заблуждение на самом деле, потому что когда уже начинается общественный резонанс, в любой ситуации, когда начинается общественный резонанс, там хочешь, не хочешь, но действовать приходится. Вынужденно. Не хотим, но делаем. Так и здесь. Поэтому все, что касается вот этого барахла, ребята, будьте внимательны, думайте головой. Сначала покажу. Вот это та самая народная ополчение мой заказ, который сейчас поедет. Посмотрите, пожалуйста. 32 километра и 55 минут. К чему это? А это все я к тому, что, наверное, многие уже заметили, что Яндекс немножечко подкрутил дальние поездки. И теперь вот такая поездка не считается дальней, и пропустить ее без потери активности стало невозможно. Теперь у них, видите ли, значит, 33 километра и час по Москве. Все, что меньше, дальней поездкой не является и отменяется только с потерей активности. Почему? Не вывоз. Не вывоз, увы и ах. Из-за этого Яндекс пошел на очередное ухищрение. Немножечко увеличил размеры и понимание, что такое долгая поездка. Все, собственно, для нас и для нашего заработка. Ну, по крайней мере, там так любят говорить. Верите ли вы в это? Я нет. Ну, и вот что на деле получилось. Один час и почти, ну, пусть будет сейчас 11 минут, чтобы я мог полноценно попытаться поклянчить промокод поддержки. Потому что а-ля 15 минут увеличения поездки. хотя мне скажут, что наверное, иди-ка ты в жопу. Ну, что посмотрим? Ну, а даже прям как быстро, да сразу то, что надо. Что-то меня удивляют они сегодня. И, конечно же, еще одно из-за тысячи наебательств Яндекса. Если пользователь делает заказ и у него время поездки, допустим, вот как вот этот, допустим, час 10, то у нас показывается 55 минут. И это не просто так. Конечно же, они скинут на то, что извините, но пока происходил заказ, а трафик поменялся, поэтому время изменилось. Ну, это гонево, потому что за 5 секунд трафик так сильно не меняется. Вот. А это все делается с той целью, чтобы удешевить поездку для пассажира. Сделать ее дешевле для водителя, сделать выгоднее ее для пассажира. Вот. Поэтому те самые минуты расчет-то идет за 55 минут поездки, а не за час 10. А тут с промокодами, знаете, как вот, допустим, они могут дать один промокод в течение дня. И если у тебя произошло, допустим, два или три эпизода таких вот даже там по 20 минут, то первый раз промокод тебе дадут, на второй промокод тебе скажут, сорян, тебе уже сегодня давали промокод, иди-ка ты в задницу. Хотя они себя позиционируют, что типа мы за каждый вот такой косяк мы вам что-то дадим. В таких случаях надо записывать заказ, там скриншотик делать, и на следующий день обращаться уже по этому случаю. И бывает такое, что они дают промокод. то есть в один день два эпизода произошло, за первый промокод дали, за второй послали нахрен. Этот момент мы запоминаем, делаем скриншот, и через день, на следующий день или через день мы этот заказ им предъявляем, мы говорим, ребят, а вот по этой ситуации мне ничего могут компенсировать. Но и при этом у Яндекса есть еще один важный прикол. Определенное количество промокодов, которые они допускают на выдачу каждому водителю за месяц. Это закрытая информация, они никому ее не предоставляют, о каком конкретном количестве идет речь. Поэтому какое-то количество есть, вот сколько-то они вам дали, больше этого, хоть у вас там каждый день по полчаса будут увеличиваться поездки, вам уже никто ничего не компенсирует. Но сколько именно промокодов я точно не знаю, потому что эту секретную информацию одни, конечно же, никому не разглашают, это их внутренняя информация. Касается нас, это внутренняя информация, которая нам знать не положена. Ну, это, конечно, с большой буквы Ч, честность. 15 минуточек. Что-то с прогодой случилось? Кто-то прогоду поломал. и дождь идет, и пух летит, как пиздец. Всем прям день рассказов по поводу Яндекса. Вот смотрите, да, время плюс-минус. 33, там было 36. Цена на 4 рубля меньше. Эта поездка была с коэффициентом 1,50, а та была с коэффициентом 1,31. По километражу тоже пару километров разница. Чай прислали, чай прислали, 130 рублей. И промокод я за этот заказ получил на час. Неплохо. Коэффициенты заканчивали гореть и пришел дальний заказ. Я решил, а почему бы собственно и нет? Это новая Москва. Вот она где. И самое главное, что там летела еще фигня всякая разная, которую я уже начал просто тупо сбрасывать. Сейчас еще посмотрю, куда она была. А когда смотришь на такую красоту, думаешь, надо, наверное, остаться, потому что даже здесь может загореться нешуточный коэффициент. Добавим немножко денежек. И где я? Вне и сок Одинцова. Ого себе! Жадность губит. Когда смотришь, что творится в центре города в это время, я даже открывать не буду. Кому надо, тот знает. Кто не знает, лучше не смотреть. Ладно, пока на стаффере смотрю, стою, покажу. Вот. Вот что творится в центре. Это просто там мега цвет, мега цвет. Там тройной коэффициент минимум на все подряд. обидно. обидненько, однако. Все-таки плохо, без конечки. Не люблю я это дело. Внукова, блин. Циник, ну так, ничего, пойдет под пивко, ну блин, ну блин, ну вот, ну что ты здесь будешь делать? А центр все, а центр все, и дождик прошел, пробки остались, АКФ отъехал. В синюю зону зайдите, чтобы встать в очередь. Я уже в ней. И что? Ох, ты ж бог ты мой. Собственно, мы тут посоветовались с товарищами и решили, почему бы не остаться. Рабочая смена подходит к концу и осталось уже всего ничего, время 8, как бы хватит, наверное, на сегодня. Ну, ехать холостым как-то не комильфу изнуков, поэтому очередь не такая уж прямо мега большая, думаю, ну подожду, почему нет, посижу, отдохну, попью кофею, чаевых мне сегодня накидали прямо аж на 500 рублей, прям приятно. Какие-то приятные пассажиры сегодня у меня были. Еще будет прикол, завтра рейтинг упадет, скажу, приятные пассажиры, а какая-то гнида все равно попалась. Ну, такая работа. Бывает и хорошие люди, а бывает и пакости какие-то делают, причем, как правило, обычная даже ни за что. Прилетали тут, когда плохие оценки, я перезвонил, говорю, ну, хотя бы скажите, что, без комментариев, ну, типа, ничего, никакие комментарии, типа, ничего, на что не пожаловались. Один, причем, это у меня уже второй раз за все время работы, оставил комментарий, типа, жарко-холодно в салоне, ну, либо-либо-либо. У меня кондиционер работает, но, как полагается, не по беспределу, плюс 21, плюс 22, вот, то есть, у человека рот не работает, он не знает, что ротом можно сказать, что тебе немножечко прохладно, или чуть-чуть жарко, ну, скорее прохладно, чем жарко, потому что кондер, да, вот, что, неужели нельзя сказать, типа, сделайте потеплее, там, или убавьте, и прочее, надо сидеть, молчать всю дорогу, копить себе говно, а потом вот это вот говно в звездочки выместить. Бывает, дебилы, ну, блин, ущербные люди реально такие, вот, кто вот это делает, это ущербные, ну, и хрен с ним, ему хорошо, а мне насрать. Ну, откровенно, не того я ждал во Внукова, Анна Ахматовой, ну, и ладно. Так, ребятки, итоги дня, почти полондесятого, что мы имеем? 16 заказов и 13750. Первый заказ 821 у меня был, и вот, закончил я Внуково, который был 10-минутный там заказ, или чуть меньше даже, ну, в общем, не суть. 12 часов, 12 часов, с перерывом на обед, с отдыхом, и еще во Внуково я просидел, наверное, ну, собственно, да, где-то минут 45, 40-45 минут, вот так. Для понедельника это очень приятный результат. Конечно же, дождик, гроза и прочее, сделали свое дело, наложил отпечаток, пошел коэффициент, кто в центре в это время оказался в районе 6 вечера, и если там тусил несколькими заказами, тот заработал намного больше, чем у меня. Собственно, по пробегу у меня сегодня 281 от дома до дома. По работе, ну, скажем так, это где-то максимально 10 часов за эту сумму. Чая 522 рубля, ну, это я уже, собственно, говорил. Что хочу сказать. Спонсором сегодняшнего ролика является самый проверенный и надежный таксопарк. Это таксопарк Ищак. Дорогие друзья, таксопарк Ищак запускает нереально крутую акцию. По моему промокоду, вот здесь, вот здесь, где-то здесь, значит, девушки, девушки, если вы подключаетесь, если вы еще ни разу не работали в такси, подключаетесь при подключении и пользуетесь моим промокодом, мне приходит бонус. Как сейчас озвучил ящик, ящик, ящер, ра-ра-ра-ра, раз-раз, вот, это где-то 16 тысяч рублей мне за вас падает. То есть, вы выполняете все условия акции, а это 50 заказов. Как только вы выполняете все условия акции, в моем профиле есть электронная почта, отправляете туда скриншот, мне, соответственно, в PRO приходит уведомление об этом, я сравниваю все данные, мы убеждаемся, что вы, это действительно вы, и ровно половина от того, что мне придет, кэшбэком я отправляю вам обратно. Связываемся с вами, уточняем номер карточки, причем цифры с оборота три волшебные, спрашивать я не буду, вот, и отправляю ровно половину того бонуса, который мне начислит Яндекс. Собственно, конечно, Яндекс очень любит менять правила игры прямо по ходу игры, вот, но я откровенно покажу, сколько мне пришло, соответственно, переведу 50% ровно той девушке, которая это выполнит, и, соответственно, скриншотом ей это вышлю подтверждением, ну, и вам, конечно же, всем покажу, и, как бы, чтобы все убедились в том, что таксопарк и щак это надежный, проверенный, честный, самый крутой партнер, с которым можно работать, рефералки для всех остальных, к сожалению, уже не работают, но подключайтесь, кто-то, кстати, подключился, он у меня в профиле высветился, но заказов то ли не делал, то ли Яндекс.Мед не показывает, соответственно, пока не знаю, ничего не могу сказать, возможно, позже появится какая-то информация. Таксопарк и щак работает, работает как и щак, все мы молодцы, все мы зарабатываем, кто как может, кто-то больше, кто-то меньше, но все мы молодцы, поэтому подключайтесь и будет вам счастье. Спасибо всем за внимание, спасибо всем за просмотр, пошел я отдыхать, ролик монтировать для вас, завтра он, собственно, выйдет, а я начну писать уже в этот момент новый ролик. Всем до встречи, пока!